МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Максим Попов. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Большие проблемы от малых рек. В Козловском районе под угрозой затопления 6 населенных пунктов. Территория творчества. Профессиональный праздник работников культуры совпал с 85-летием ведомства. Операция «Спирт». На складе фармацевтического предприятия в Чебоксарах обнаружено более 20 тонн неучтенного медицинского спирта. Снега в этом году выпало больше нормы. Метеорологи прогнозируют паводок. Это серьезная проблема для 17 муниципалитетов республики, в их числе и Козловский район. Потенциальные зоны затопления под особым контролем. Две деревни – Картуево и Карамышево соседствуют. Между ними проходит река Аниш, неподалеку озера, где разводят рыбу. Разница в том, что Карамышево – возвышенность, а Картуево – в низине. Год назад в это время деревню затопило, хотя снега было меньше в разы. В этом году каждое утро Елена Лаврушкина обходит свое подворье. Все ли в порядке? Если вода попадет в подпол, пора спасать урожай. Ну, метр-полтора поднимается. Когда-как. Весна какая, когда-как бывает. Когда вода приходит, смотрим, убираем в подполе, что картошку убираем в это. Поднимаем оттуда, все убираем. Ну, она стоит. До лета даже иногда бывает стоит сырость. Из-за сырости, ну, даже летом газ это не отключаем из-за сырости. Вот стоит вода. Если газ не включать, то дома вся эта сыростью пахнет. Чтобы вода не попала в дом, местные заранее очищают отмостки и делают всевозможные отводные канавки. Готовность к пропуску талых вод держат на контроле и администрация района. Особое внимание малым рекам. По данным администрации муниципалитета, критических случаев, когда реки вышли из берегов, не было лет 50. Но в случае необходимости есть пункты для размещения. В случае, если такая необходимость возникнет, также у нас в районе имеется 9 пунктов временно в размещении граждан, которые в период необходимой эвакуации будут экстренно эвакуированы. Сформирована группировка сил и средств, которая включает в себя порядка 90 человек личного состава, 18 единиц техники, в том числе 3 единицы плавсредств. Русла должны быть чистыми. Как на гидротехнических сооружениях, так и на реке Аниш. То есть, чтобы вода беспрепятственно проходила, уходила дальше уже в Волгу. В общей сложности в реестр потенциально опасных в Козловском районе попадает 6 населенных пунктов. Эти территории с начала обильного таяния снега и подъема воды в реках будут под круглосуточным наблюдением. Наталья Мальчикова, Николай Скворцов, Республика. Весенние полевые работы не за горами. Подготовка к ним вступила в завершающую стадию. В нынешнем сезоне сев начинается значительно позже обычного. Но сельхозпроизводители не откладывают на потом главные работы. Техника прошла, осмотр, семена закуплены. А зимые тоже получили первую подкормку. Агрария республики в полном объеме обеспечены семенами яровых, зерновых и зерновобовых культур. 102% к плану засыпки, засыпка которых велась с учетом страхового фонда для возможного пересева погибших посевов озимых. В целом, при республике готовность с хозяйственной техники оценивается как высокое объемы приобретения сельхозтехники в текущем году выше уровня 2020 года. На поддержку агропромышленного комплекса в этом году предусмотрено более 3 миллиардов рублей. В январе-феврале сельхозтоваропроизводителям перечислено более 130 миллионов рублей в качестве субсидий. В марте правительство планирует перечислить еще 270 миллионов рублей на закупку элитных семян и новой техники. Инесса Потапова, Татьяна Раевская, Бухтиар Вилеев, Республика. Штаб общественного наблюдения продолжает свою работу. Завтра в районах Чувашии состоятся семинары для будущих наблюдателей на сентябрьских выборах. Напомним, встать в эти ряды может каждый житель республики, желающий напрямую повлиять на соблюдение законности при голосовании. Об этом шла речь на встрече с представителями политических партий. Согласно соцопросам, население страны больше верит общественным институтам, нежели политическим партиям. Чтобы повысить уровень доверия, штаб общественного наблюдения предлагает всем участникам выборного процесса назначить своих наблюдателей. Эти люди должны работать профессионально. Понимать процесс волеизъявления, процедуру голосования, роль и ответственность избирательных комиссий. Сейчас для наблюдателей разрабатывается мобильное приложение, в котором можно зарегистрировать свой участок и фиксировать нарушения, если они будут. Кроме того, общественная палата работает над созданием карты, где все обнаруженные нарушения зафиксируют. Конечно, в такой ситуации важно отличить так называемые вбросы от провокаций и фейков. Для этого в штабе общественного наблюдения будет организована юридическая поддержка. Эксперты будут реагировать на сигналы оперативно. Независимо от кого эта претензия поступила, обеспокоенность о фактах нарушения, либо это от наблюдателей, в том числе представителей общественной палаты, либо от представителей партии наблюдателей. Значения это абсолютно никакого не имеет. Группа мобильного реагирования выезжает и проводит проверку. Если устанавливаются факты нарушения, они фиксируются. К другим новостям. Более 20 тонн неучтенного медицинского спирта обнаружили полицейские на складе фармацевтического предприятия в Чебоксарах. Работников фирмы задержали на месте преступления. Подробности в материале наших коллег из пресс-службы МВД Почувашии. Документы на автомашину дайте, пожалуйста. Меня же никто не подпускает в машине. В салоне автомашины, которая въехала в гаражный комплекс по улице Ленинского Комсомола в Чебоксарах, 500 литров медицинского спирта. Канистры с прозрачной жидкостью светлого цвета. Чебоксарцы доставили товар в гаражный комплекс по просьбе покупателей. Не подозревая, что это сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Почувашии. Как оптовым покупателям, оперативникам, участвовавшим в проведении специального мероприятия, еще и сделали скидку. Тут какие-то расчеты. Товарная накладная. На незаконной реализации спирта с поличным были задержаны два работника одной из фармацевтических компаний города Чебоксары, имеющей лицензию на оптовую торговлю лекарственными средствами. В период начального в поле зрения оперативников попали физические лица, которые реализовывают спирт уже гражданам. В дальнейшем уже при разработке указанных лиц установили то, что они работают в указанном предприятии. И спирт, содержащий продукцию, уже реализовывают из склада данного предприятия. Когда сотрудники полиции прибыли на предприятие с постановлением о проведении обыска, помещение, где хранился спирт, им показывать не хотели. Но оперативники точно знали, откуда именно вывозилась продукция на реализацию. На тайном складе компании было изъято свыше 20 тонн медицинского спирта. Представить документы, то, что у них находится на складе большой объем, представить на данный момент не смогли. Следствием отдела полиции номер 3 УМВД России по городу Чебоксары возбуждено уголовное дело по статье «Розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в крупном размере». Все обстоятельства предстоит установить в ходе расследования. Сегодня в России день работника культуры. В Чувашии в этот день отмечают и 85-летие самого ведомства. Оно было создано в 1936 году, однако сама отрасль начала формироваться намного раньше, одновременно с созданием Чувашской автономной области. Цветы, аплодисменты, искренние улыбки – обязательные атрибуты любого культурного события. Независимо, спектакль это, вернисаж, концерт хорового коллектива или модный в последнее время флешмоб. Сегодня на культурной карте республики более 1100 различных учреждений культуры, и их работа невозможна без поддержки министерства. В далекие 20-е годы на развитие культуры обращали не так много внимания, поскольку приходилось бороться с интервенцией, неграмотностью, голодом. Но именно в то время, благодаря стараниям подвижников, был заложен основательный фундамент будущей отрасли. Мы сегодня можем без ложной скромности заявить, что культурное строительство – это важнейшее достижение Чувашии. За короткий период времени были созданы практически все профессиональные формы культуры. Вспомним некоторые факты. К концу 1918 года в Цивильском, Чебоксарском и Ядвинском уездах имелось 31 народный дом, 97 библиотек, клубов и испчитали. А к 1940 году в республике уже было 905 клубных учреждений, 858 массовых библиотек, 4 музеи, 6 театров, в том числе 3 колхозных. Впрочем, каждый из периодов развития культуры и искусства в Чувашии запомнился чем-то важным и значимым. Наше время отмечено реализацией разных программ и проектов, посвященных модернизации отрасли, внедрением новых форм и форматов. И пусть 2020 год стал едва ли не самым сложным, вызов принят достойно. Работники культуры и профессионального искусства еще раз показали – они действительно служат высоким идеям и гармонии. Весенние каникулы школьники республики посвятили знакомству с театральным искусством. В гости к актерам пришли ученики первых классов столичной гимназии номер 5. Это не простой театр. Здесь актеры и куклы – единое целое. Я вот думаю, хожу, размышляю, и моя кукла делает то же самое, потому что она работает вместе со мной, как у актеров говорят, через тебя на куклу. Спектакли «Сказочки на лавочке» и «Три апельсина», а затем мастер-класс. Это окно в удивительный мир искусства. Мне сказали, что это планшетная кукла, и сказали, как ей управлять. Мне очень сильно понравился спектакль. Просмотрев спектакль, я думаю, дети все-таки извлекли какой-то урок для себя, как нужно себя вести, как общаться с друзьями. Руководит театром ростовых кукол Надежда Валентиновна Алферова. Она народная артистка Чувашской республики, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Именно 25 марта, в День работников культуры, она отмечает свой юбилей. Профессию мечты, как говорит она сама, получила в Ленинградском государственном институте театра музыки и кинематографии. Она в 15 лет отдала театру кукол. На сцене, ставшей для нее родной, актриса сыграла не одну сотню ролей. И неважно, главные они или второстепенные. Любая роль – это твое дитя, которое первозданное, которое рождается, которого лепишь сама же, как-то создаешь. Очень трудно играть положительную роль. Она всегда получается как-то значимой. Ну, мне нельзя хулиганить. А в любой такой эксцентричной роли, ты можешь любую хулиганить, можешь там ставить, что-то сделать. А в такой главной роли всегда идет по плану больше. Бывает, что роль не моя, и мне сложно, да. А вот бывает моя, и я в ней просто плаваю. Надежда Алферова не только замечательная актриса, но и талантливый режиссер в составе коллектива «Молодежь». От нее очень много можно всему научиться. То, чему нам преподавали в институтах, недостаточно. Приходишь к ней и начинаешь заново учиться. Помните такую сказку, где вылезала бабушка из окошка и говорила, мы сейчас вам сказку покажем раньше-то. Она вот представление вот этой бабушки, с нее все начинается. Энергичная, темпераментная актриса. И сегодня неподражаема на сцене. Она живет этим и отдает любимой работе все. Подарить детям сказку, где добро всегда побеждает зло. Что может быть лучше? Екатерина Шиверова, Николай Скворцов, Республика. Это были главные новости четверга, 25 марта. Прямо сейчас полезная информация, а я прощаюсь с вами до завтра. Известная торговая сеть «Галамарт» празднует день рождения в торговых центрах «Волжский» и «Мегамол». В честь праздника с 27 по 29 марта в магазинах торговых центрах проходят суперакции, в которых разыгрываются ценные призы. Утюг, дорожный набор в сумке, кофеварка, электрический чайник и главный приз – 24-дюймовый ЖК-телевизор. Распродажи в магазинах «Галамарт» проводятся ежедневно, поэтому у покупателей всегда есть шанс приобрести самые необходимые товары по цене намного ниже, чем в супермаркетах, универсамах и специализированных магазинах. В предпоследние дни месяца «Галамарт» подготовил для своих покупателей особые акции. 27 марта можно приобрести посуду всего за 1 рубль при покупке второго товара той же категории, по равной или наименьшей стоимости. 27 и 28 марта товары под брендом «Детство», второй также за 1 рубль, по равной или наименьшей стоимости. 29 марта покупателей ждет счастливый час, когда с 11 до 12 часов любая, даже самая дорогая игрушка, будет стоить по 39 рублей. «Галамарт» – это сеть магазинов, которые делают жизнь человека ярче. Мы не только предлагаем необходимые товары, но и постоянно придумываем, что сделать, чтобы вы ушли от нас не только желанными покупками, но и в прекрасном настроении. Поэтому в «Галамарте» постоянно проводятся увлекательные программы и веселые розыгрыши. Так и ближайшие выходные с 27 по 29 марта мы приглашаем вас посетить наш магазин и принять участие в розыгрыше подарков, главный приз которых будет – телевизор. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше пяти товаров, с 27 по 29 марта нужно совершить покупку на 500 рублей и заполнить специальный купон на кассе. Итоги будут подведены 30 марта в 17 часов в торговых центрах «Волжские» на улице Максима Горького и «Мегамол» на улице Калинина. Сегодня «Галамарт» – это розничная сеть, включающая в себя более 300 магазинов по всей России. Они составляют достойную конкуренцию на рынке продаж. На полках каждого магазина более 7 тысяч наименований товаров разного предназначения – посуда, игрушки, констовары, бытовая химия, авто и хостовары, инструменты и многое другое. Один визит в этот магазин и у посетителей возникает множество идей, как преобразовать квартиру, чтобы в ней стало еще уютнее и комфортнее. Так что, отправляясь на шопинг в торговые центры, загляните и в универсальный магазин «Галамарт». Екатерина Шиверова, Игорь Зверев, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова